Слава Украине! Привет всем от Полонского! Немножко на тему, какие потери у расистов и как все для них, как говорится, не очень-то празднично выглядит. Вот смотрите, есть такая небольшая республика Бурятия у них. Ну, с бурятами мы тут хорошо знакомы по Киевской области, знаем, чем они отличались. И в Херсоне, собственно говоря, то же самое творили. Так вот, у них поотменяли праздники. А что ж такое? Празднование в Джидинском и в Кабанском районах отказались только что распоряжением властей. Ссылочка на распоряжение снизу у нас в телеграм-канале. Проходите, смотрите. Значит, в Джидинском и в Кабанском районе отказались от праздников, которые там происходят ежегодно. Значит, там в одном отказались от Масленицы, в втором от турнира по бурятской народной игре в кости Кракуйна-Адан. А знаете почему? Из-за траура по погибшим в Украине. Вот только в двух этих манюсеньких районах за последнюю неделю 17 похорон из Украины. Ну, не надо объяснять, что если только в двух несчастных массеньких районах, совсем уж небольшой буряки, столько трупов, то сколько же везде. Да, надо сказать, что в первую очередь, конечно, хватают в армию в расистскую национальное меньшинство. С этим никто не спорит. Так это и есть. Но, вот последняя, кстати, бои показывают, что в бой бросают как раз не представители там Бурятии, а вот там идет Приморский край, например. К моему, 155-я бригада, да, морской пехоты, ее полностью уже почти всю перебили. И так далее, и так далее. То есть, там как раз не из Бурятии идут. Зэки там вообще, это интернациональная, так сказать, бригада у них идет. Чмобики откуда угодно. Мы видели и омских чмобиков, и из Татарстана чмобиков, и, господи, откуда, из Самары, и из Саратова, и из Белгорода. Откуда хотите. Там Новосибирск, они же кипишевали еще, помните, вот кричали, что их нужно домой срочно отправить. То есть, мы видим, что в настоящий момент Путин серьезно взялся за утилизацию собственного мужского населения. Но, действительно, как правило, население из-за Урала. Во-первых, скажем так, нужно, судя по всему, вот к нему же приезжал недавно министр иностранных дел Китая Ван Ии, если я так не ошибаюсь, да, вот так вот, правильно, правильно, да. Кот мне просто помогает вести передачу, хочет быть микрофоном, да, Маська. Вот, и, видимо, потребовал у Путина уже быстрейшего освобождения Сибири под Китай и ускорить, собственно говоря, исчезновение мужского населения в Сибири. И Путин, судя по всему, приказ понял, будет его сейчас выполнять. И, а женщин никто не трогает, господи, женщины выйдут замуж за китайцев, никаких с этим проблем нету. То есть, дядюшке Си нужны срочно, срочно нужна территория. Соответственно, Путин взял под козырек и пошел с удвоенной силой ликвидировать собственное мужское население за Уральскими горами. Именно оттуда большая часть вот этих вот чмобиков и так далее, и так далее. Таким образом, ребятки, никому, вот я даже смотрю на этих вот могилизируемых, они там записывают какие-то обращения, они что-то там с женам пишут. Вот до них, из-за скрузного мозга, не доходит одна очень-очень простая вещь. Смотрите, эти все ваши обращения, это все до лампочки. Вы должны понять очень четко и понятно. Территорию сейчас освобождают от вас. От вас. Все вот эти сказки о каких-то бензеровцах, в Украине. Где Бурятия, а где Украина? Какое вам вообще дело до того, что происходит за границей, вообще в чужой абсолютно стране? Чего вы туда приперлись, вот эти 17 человек, которые там укандропуплены были за последние дни? Чего вы вообще в Украину приперлись? Вас кто сюда звал? А не догадались просто взять и пойти на Москву? Все-таки гораздо ближе, и было бы плодотворнее для вас же, для самих. Не, не догадались. Ну, теперь вот. Одни отменяют праздники, другие кормят червей. А третьи готовятся заселять Сибирь. Ну, как-то так. Другого я не вижу в данной ситуации. Слава Украине!